так о я нашел идеального саппорта я нашел идеального саппорта ребят он будет когда я наверно на линии возьму пушинку чтобы у нас мана не кончалась идеальный саппорт жатву на линии жатву даже прокнуть не смогу но идея интересная и у тебя интересная а я спрятался у я же могу прятаться но все ребят это и самый лучший чемпион на самом деле я вас сегодня весь день обманывал прошу прощения что был такой немножко неактивный я нашел идеальную стратегию и хочу вам ее сейчас показать эта стратегия называется тима вард с ней бороться крайне тяжело потому что ты не знаешь где он прячется чтобы победить надо просто противника спровоцировать сейчас забегу сюда найдите меня если не найдете вы проиграли учимая секретная пассивка партизанская война не мы будем этой партизанской войной заниматься на первых уровнях очень тяжело найти эти моря он почти всегда приносит победу кстати в русской озвучке тема прикольный черт они победили в общем недолгая была партия изи 11 золотишко эх блин лучше бы сдавал автоатаки поэтому парню мы бы его может дожарили а ума блин какой медленный тема так ребят готовы сейчас тема будет делать плейсы во первых поставим вард чтобы нельзя было меня победить а во вторых ох он идет а еще знать как можно издеваться над оппонентом он дает автоатаки а ты по нему блондинг дартс и все и все вот это я понимаю стратегия Изи получение опыта Еще есть те, кто не верят В эту стратегию На самом деле Я над ней думал 8 лет Я когда уезжал Страну назовите любую В Японию Я однажды ездил в Японию И познакомился там С одним маленьким Но очень умным мужчиной И он мне подсказал Говорит, есть одна супер стратегия В Лиге Легенд Все, что тебе нужно, чтобы ее познать Это Забраться на гору Фудияма И я решил Провести на этой горе 8 лет своей жизни Мы вместе с ним отрабатывали Максимально эту стратегию И как видите, она пока работает Но ура Все, пафосная музыка закончилась Самое интересное, что Меня даже не загангать Потому что я Нельзя загангать то, чего ты не видишь Тема мужчина был Альберт Эйнштейн Альберт Воловец был Альберт Воловец Это Ирландец Темнокожий Ирландец Арберт Воловец С голубыми глазами И, конечно же У него Он блондин Ну, давайте признаем Конечно же, он блондин То, что на фонтане Еще сложнее загангать Нет, кстати На фонтане Можно А хекстэк подойдет? Да, хекстэк Флэш Я просто Понимаете Я прошел довольно Маленький курс обучения Всего лишь 8 лет Там был более Обширный курс обучения На 10 лет Вот видите Эти ошибки Все еще дают о себе знать Не до Не до тренировал Я рано покинул Своего сэнсея Если бы я только знал Что можно еще Два года Было взять Бесплатно И провести На горе Фудзияма Тогда бы Конечно же Я играл еще и с хекс С флэшом И с ледяными наростами Но это познается Только вот на 10 11 даже год Есть люди Которые 11 лет И не смогли познать Пора в Тибет На доп занятия Не в Тибете На самом деле Занятия проводят Нуну Там для Нуну Диско Это тоже Особый курс Но я чувствовал Что лес Это не мое Я решил Что буду лучше Саппортом Партизанский выстрел Он очень подлый От него сложно Увернуться И самое главное Теперь Страх Видите Страх Не покидает Ашу Она даже поставила Вард Но вард Бессмыслен Против Тимаря Точно переломала И на удивление Это удалось без труда А еще Я сейчас покажу вам Тайную стратегию Ее Вот это вот Этому грязному приему Меня научили В школе Молодых грибов Сейчас подождите У меня гриб откатится Это будет Грязная стратегия Школа молодых грибов Для свингеров Вот смотрите Как это делается Но самое интересное Это дальше Когда 20 секунд Пройдет Покажу Пока Придется потерпеть Ребят Ладно Нет Не ладно Блин Крипы Крипы Все испортят Не трожь мой Гриб Она испортил Все Это Мой тренер Был бы мной Недоволен Я чувствую Как Сансей Альберт Воловец Сейчас переворачивается В могиле Он умер Еще 15 лет назад Понимаете Конечно А, да, я же не говорил вам. Я с духом общался. Обратно на гору. Вот она! Ой, партизанская война. Она такая... Она подлая. Но мир тоже подал к нам. Ой, как это было близко. Чуть-чуть не хватило. Или хватило. Спасибо Альберту Воловицу. Сенсей, это ради тебя. Так, возвращаемся к партизанским войнам. Блин, придется полосхитить. Полосхитую немного, ребят. Ну, насколько у меня получится это. Это был тоже подлый выстрел. Наши решили воевать. Но там нет кустов. Но я пойду ради команды. Это не то, чем у меня учил мой сенсей. Но ради команды. Иногда можно пожертвовать. Иногда можно пожертвовать. Жаль наш С. Не смог нажать ульту. Он был близок. Еще чуть-чуть и нажал бы ульту. Так, а Нивия нам тут запрещает выйти с базы. Но мы все равно выходим из нее. И вот он, ассист, пришел мне. И вот он, Грейс, уворачивается от скиллшотов. И вот он умирает. Но не страшно. Он мне никогда не нравился. Альберт Воловец. Уроки по тюморению. Не зря я проходил на дополнительные занятия по смойтеванию. Ай-два, ай-два. Партизанские войны продолжаются. Ох. Ох, и меня С. Не предавай, друг. О-о-о-о. Я решил, что пора перейти к более важным заданиям в этой игре. Тиморением занимаемся, не волнуйтесь. Да оставайся ты, че-то. Ой, тут. Да ладно, ты попал по мне, комбой. Не, ну вы видели только что? Блин, она игнайтом меня сожгла? Или не сожгла? А? 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 я чуть не понял как он выжил в начале даже расстроиться успел чулись бы им будем делать данный наличь бэйн и он охренел он у меня все зашибись я пинк выбил смотрите как мы изи спровоцировали битву победную для нашей команды ну или зоя всех убьет ходу зоя всех убила но верни жизнь дала он кинул мимо кто-то кидает он реально просто кинул мимо ребят живет зоя без мозгов зоя без мозгов выбрала убивать тимаря который ничего не может сделать вместо того чтобы убить насоса которого можно было убить у него даже там статы не такие еще страшные давай зоя вперед мы в тебя верим блин я болел за зоя и умерла это была ошибка твоя мы идем заканчивать по одной и той же точке что ли ой я его не увидел я сюда смотрел дрона лола за хонори вообще-то я линию выиграл дрона лола за хонори